Решительно приветствую верные слуги империума человечества, с вами ваша легальная девочка псагер на Вармор, мы возвращаемся как ни странно все в ту же камору, но уже полным составом. И таки тут нашли мы друзья мои еще один выход на арену, но есть такое ощущение что арены мы можем не вернуться тупо, поэтому мы сходим к комиссару, он нам немножко за всем шушу должен, мы с него за это дело спросим, может быть найдем хорошего лута, брони и все такого прочего, если еще поймем куда нужно идти. Здесь или не здесь или не здесь, так это выход в обратную сторону, не здесь, сюда. Плюс нам нужны гранаты, минус то что торговать здесь особо не с кем. Бродяга, 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 знания ксеноса, опа, что такое? Не знакомят со знаниями ксеносов. Что он сделал? На полу использована ампула репетрупина, что это такое? Стимулятор улучшающего восприятия движущихся объектов, но ухудшающий видение статичных преград. Шоу носорога. И как и у носорога, это будет не его проблема. А нам сюда? Нам сюда, нам сюда, нам сюда, нам сюда, где-то мы потерялись вообще, вот. Они уже не тренируются. Иркомиссар, будьте готовы. Вообще, это будет весело, но недолго. Фанатичный Громила, Имперский Гвардеец, Фанатичный Громила, Медик Ренегат, Имперский Гвардеец, Механикус, опять же. А где сам комиссар? Вот, в смысле я один сюда зашел. А где мои все люди? А куда все мои подевались? Это че за обман и провокация такая? Мы на такое не договаривались, не-не-не. Или это свободно защищенная зона? И они присоединятся ко мне потом. Соратники, настало пора познакомиться с нашей сильнейшей союзницей. Самая вольная торговля с Гекатом Фан Валансус участвует в нашем сопротивлении. Можем ли мы проиграть с такой могучей подмогой? Богохульные ксеносы уже пытались убить ее на арене, но потерпели крах. Император защищает. Комиссар вдохновенно вещает, нагло глядя вам прямо в глаза. Его слова вызывают у окружающих потрясенные и ликующие улыбки. Ни одного из этих людей вы не видели прежде. Предатель, ты обрек их на смерть. Ты лгал нам. Ездишь, чтобы свершить возмездие. Улыбка комиссара становится неприятной. Цитра Арджента ждет обвинения, я слышу. Неужто ужасы, что вы встретили в битве, столь были невыносимы, что верли вас слепоту безумия? Или наш коварный враг отравил твой разум им со своим богохульным воздействием? Есть два варианта. На обоих проверка идет сотка. У Хенрихса убеждение на 100. Значение навыка 990. Он, наверное, находит с корочкой имперской инквизиции. Там сразу навык убеждения плюс 989, да? К базовому. Арджента я сама свершу правосудие, тогда отказаться что-то нужным. Или же напор. Что более актуально. Арджента, остановись. Пострадать могут пострадать те, кто не знает всей правды. Брачно вздохнув Арджента, мечет комиссара, исполненный ненавистью взгляд. Я не рискну жизнями обманутых тобой. Мы еще не закончили. Кивнуть на злобу. Разве мы не собирались его прикончить? Или кивнуть на бойцов? Как думаешь, что они с тобой сделают? Я сразу расскажу им о твоем настоящем ремесле. Для начала злоба. Змею наш оказался на редкость живучим. У него под шкурой скользится столько аргументов жизнеобеспечения. Я решил, что новый питомец станет моим приятным бонусом к победе и логову. Должны вид новички отрабатывать на каком-то стрельбу. А фон действительно сидит. Только стрельбу? Может быть еще рукопашные приемы? Выпусти меня. Помучиться. Одного, троих, пятерых. Без оружия. Пусть они позабавятся. Отпусти его и казни. Но пытки это противно. Дорвать им легкую смерть. После всего, что он сделал. После того, как он обрек стольких нажат на смерть. Во имя своих услад ксеносов. А сам-то ты шо делал, падла? Ну, как можно избавиться от столь вдохновляющего пленника? Ребята не поймут. Поймут ли ребята, когда мы им расскажем о твоем настоящем ремесле? Комиссар отвечает с бесстрашной самодовольной улыбкой. Давай узнаем. Кому они поверят? Своему брату по оружию, который обещает им скорое спасение. Или высокородные аристократки без внятного плана побега? Есть еще пара вопросов. Тут на самом деле. Стоит на это вкладываешь вопрос. Как меня зовут? Я Иака Сотни. Тут я не лгал. Мое ремесло? У меня его нет. Я был рожден в издыхающем от переполненности улье. И всю жизнь пытался просто выжить. С теми способами, которые мне дала судьба. Кому я служу и в кого верю. Только в себя и в тебя. А, в себя и в себя, пардоните. Мммм... Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Тебе будто бы нравится в Камуре. А тебя это удивляет? Это ты, вольный торговец. И дома жилостей послаще, чем здесь. Ну, для меня просто людина. Здесь прекрасное место. Как ты здесь оказывался? На моей планете набирается полка астромилитару. Тысячи идиотов клюнули на комиссарскую болтовню, пропайку и славный долг защиты Империума. Меня среди них, конечно же, не было. Ну и тысячи добровольцев оказалось недостаточно. Допланетарный губернатор просто отдал в Регруты все население 17 ярусов улья пригодного возраста. Я жил на одном из них. Так и стал солдатом. Точнее, штрафником. Ммм, когда сбросили умирать в схватке с другари, я решил, что довольно напаял дерьма из кормушки Империума. Я забил до смерти нашего комиссара и убедился товарища сдаться. Так оказался здесь. Ну, если что, не настоящий комиссар? Конечно, нет. Судя по моему опыту, все мозги и фантазию из комиссара выбивают еще при обучении. Я штрафник и завтра милитару. Почему ты прикинулся им? Ну, во-первых, это иронично. Ну, во-вторых, это удобная маскировка. Идиоты, они всегда верят. Вопроса больше нет. Ммм, ты освобожден от должности, комиссар. Соратники нас предали к бою. Прольем кровь в нечестивой халуйке все насал. За Императора. Это мы за Императором. А ты подлинна безродная. Так, Ирлец, начнем с тебя. Ты в зоне контроля очень неудобной. И похоже, что нас окружили. А где мы находимся? Геката, мы здесь. Комиссар, он там. Как бы так стать, чтобы накрывать их по пятеро-шестеро. Ты сюда. Арджента, мы тебе дали мельту заодно и спробуем. Может быть, это дерьмо. Паскаль, я в тебе уверен. Можешь слыша раздавать. Джай, где-то за укрытие. И космодесантник. Вот тебя нужно посмотреть в бою. Ты где стоишь? По крайней мере, парирование было. Ух, и мы с него начинаем. Ты занимаешься в четыре клетки. Тут довольно-таки интересно. Но учитывая, вы знаете ли, скиллы? Точнее, параметры. Он мог бы раскидать... Точнее, он должен раскидать их, что детей. А он с трудом парирует. Куйся откровенно. Я ожидал большего. Ирлет? Делай ответочку. Не знаю кому, но делай. О, правильно. Бейте мерзкую ксенотичку. Не говорили, что мы ее бережем. Ммм, так у них медик рабочий. А шо ж у нас-то не такой? Подождите. Это был минус 11, плюс 11 по жизни. А нас зажали в уголочек. Отойди в сторону. Не попал. Нет проблем для меня. А, еще один. Делай два. Немножко попали в Ирлет, но я не думаю, что это кого-то беспокоит. Арджента, вот. Давай-ка ты нам расскажешь, как у тебя оружие действует, на какой дистанции. Дистанция хорошая. Дистанция хорошая, оружие не самое лучшее. Но красиво, зараза. Че не отнимешь? Красиво. Красота. Два из один раз. Может быть, не зря взяли. Паскаль. Расскажи мне, что ты можешь. Только одного, да? Грустно и печально. Эх, Паскаль, Паскаль. Раньше ты был круче. Ну, ты золото и обещал тебе, что не буду на тебя плохо говорить, поэтому не буду на тебя плохо говорить. Геройка пошла. Геройка пошла. Геройка пошла. А дым? А где там комиссар? Че-то как-то засел. Шосан и тапок не освечивают. Тридцать четыре. Есть такой. Можно даже одну добивающую. А у нас оружие стало получше. Хотя я перешустим перед ареной, все-таки более основательно. Я бы хотел, но я не могу. Ау, ты не забыла. Зараза, они набегают отщепенцы, еще новые. Вот за это разговора не было. Плюс сам комиссар. О, мы на него космодесайнника натравим. Какой ульфара разбирается? Ну, у меня такое чувство, что мы вместо ульфара на зал поставим Хветрикса. Не оправдал высоких ожиданий. Просто не оправдал. Хветрикфануть туда не сможет. Ульфара, я так понимаю, что лучше выводить на вот такие вот толпы, где он может слышать их слева направо. О, так другое дело. Так другое дело. Можно даже добавить геройку и посмотреть, что из этого выйдет. А их сразу. Молодец, красавчик. Одобряю. Ну? Неплохо. Неплохо. Если точно так же будет действовать, этот рукари будет вообще замечательно. Не видим. А отсюда? Отсюда видим? Или не видим? Не видим. Ух, шить высокие укрытия. А я вижу здесь Абеляра? Чё? В смысле Абеляр здесь? В смысле Абеляр здесь? Его здесь быть не должно. И чего? И его еще искать? Мы же всех нашли, Карл. Так, Аскаль, огреби его, точнее, отоваривай у Хребтиния, пожалуйста. Молодец, красавчик. Джей, дай нам выстрелить. Комиссар не уйден. Комиссар не уйден. Ну, могла и добить Аща. Джей, действия передать ты не можешь. Не будь too cocky. Ну, а вот и все, только комиссар побежал. В смысле, он... Он своего уже добил. Как это работает? Какого черта он туда стрелял? Это же даже не рядом. Ааа, давай сюда. Давай сюда. Не ульфар не тащишься. Честно скажу, не тащишься. Эндекс в разы лучше всех силовым ищем. Нарджент, а ты свою милицию туда достанешь или не достанешь? Как ни странно, достанешь. Я сделаю. Казалось бы. И даже не задевает ульфара. Ё. По видам. К несчастью, были казнены невиновными, но... Они поверили всяким предателям, поэтому это их вина. Принимаем, забираем все, что есть. Принимаем, забираем все, что есть. Там есть еще трофеи. А шо мы сейчас сделали? Ибо мы сейчас сделали что-то страшное. Вы попали в засаду, начинается бой. Я извиняюсь за засаду, кого и кем. Че-то сейчас было. Че-то сейчас было, серьезно. Какая-то странная нездоровая хрень. А можно еще раз то же самое сделать, м? Кучка ничтожных выродков, все, что осталось от обитателей логовом. Они слишком боятся улиц Камор, чтобы покинуть оставшееся небезопасное убежище. Вы должны знать, человек, создавшийся комиссаром, был предателем и способником сеносов. Его слова о побеге были ложью. Потрясенный ропот побегает по рядам солдат. Федорецо кривится в рыданиях, кто-то сжимает кулаки и шевчет проклятие. В таком случае надежды больше нет. Мы обречены быть рабами ксеносов. Но чистая смерть куда лучше такой судьбы? Можем ли мы молить вашу сверлость о даровании нам милости императора? Можете. Можете, но мне будет нужна помощь. Ммм, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вот, однажды мы все умрем за него. Но не как трусы, а как герои. Соратники, укрепитесь в вере и готовитесь к борьбе. Топа взорвается ободренными криками. Те, кто мгновение назад, готовы был смиренно принять смерть, светлит лицами. Спикивают, стискивают оружие и яростно революбовое кличи. Обращаемся к злобе. Стоило провести больше гостеприимства, когда я пришел к тебе в прошлый раз. Смейся, людишка, ты победила. Так живут на шпилях. Помогающего тебе придай. Отпустить его? Да ни за что. Заставить его служить мне? Возможно. А вот что еще лучше. Ты больше не отсидишься за чужими спинами. Я отправлю тебя на арену, когда прислужники гимункла явятся за гладиаторами. Хорошо. Адартит, ты удивила меня и не сдохла там. Я и лишил своего места. Может и я и не сдохну. Может быть и ты после этого чего-то лишишься. Не тревожься меня, пожалуйста. Смотри, мы еще и комиссар облинили. Вы понимали, насколько все грустно. А есть огнемет, есть элитный цепной меч. Вот такие все трофеи. Комиссар мрачно протирает горло, на котором видны грубые хирургические скобы. Я видел здесь Абеляра. Здесь не может быть Абеляра. Мы по квесту всех нашли, Карл. Мы по квесту всех нашли. Читаем квест еще раз. А то не дай бог выруемся, а его оставим. Вкус победы, богатство, богатство, победа, богатство, голова 3. В поисках дома, воссоединение. Как ни странно, но вот, знаете, квеста не закрылся. То есть, может быть, Абеляр даже здесь. А что, получается, иерлеет здесь? Навинали, это будет неприятно. Хорошо, пробежимся еще раз по этой локации. Может быть, что-то найдем. Вот здесь было перекрыто. И здесь до сих пор перекрыто. Но локация стала безопасной. Заменила на моська нашего родного пустотного корабля. Можем со всеми перетереть. Уинтересоваться. И, наверное, мы спустимся к самые нижние низи. Еще раз, вот ту светящуюся подоплеку каморы, может быть, действительно, Абеляр там, как и писали. Да, туда мы не спустимся. Потому что на арену нам явно рано. На арену нам просто явно рано. Кого мы возьмем? Возьмем мы тебя, возьмем мы тебя. Тебя мы не возьмем, ты мне не понравился. Возьмем тебя, Хенрикс. Ты прекрасен, спору нет. Потом даже подкачаем. Постоянная травма. Что у нас есть? Integrity... Ну, скорее, не травма, это баф. Да, вот. Абеляр отсвечивает здесь. Не может и здесь быть. Так, вот свечет вообще где-то здесь. Пробегаем наверх, потом вниз. Может быть, там новая зона перехода организовалась. И там мы его сможем спасти. Другари головорез. Нет, нет. Набеляра показывает куда-то в сторону. Движем до конца. Вдруг-то мало ли чем. Трофейны, например, появились. У нас Паскаль, может их вскрыть? Не зря же мы их хоронили. Там что-то мигнуло, пикнуло. Мы должны были что-то заметить. Но мы этого тупо не видим. Трофей вот этим. Искатели слабых. А все враги с отравлением, горением или кровотечением в радиусах пяти клеток получают минус на уклонение. Или же дезинтеграторная пушка. Плазменная. 20-23. Вот это мы сейчас кому-то оденем. Арджента. Что у тебя? 20-23. 18-23. Ну, 20-23 лучше, чем 18-23. Но ты ее одеть не можешь. Что бы не то? Это другарийское оружие. Как нас может только ирлиет, наверное. И джай. Джай, что у тебя? 14-20. Да, вайдер на дезинтегратор. А снайпу бы я тебе одел как бы вторым набором. Дальше. По гранатам. Пока не забыли. Наслепляющая граната не лишняя будет. Отбрасывающая дерьмо, но что есть. Газовое облако. Да. И майндскрэмблер. У нас нет нормальных гранат. Нас будут бить вообще всем. Энрикс, подожди. Тебе мы тоже выдадим. О, у тебя еще остались. С теми сестрам по Сергею. И у него древний психосиловой меч остался его же. Его лут тоже не сняли. Два древних психосиловых меча. Возможно, все-таки какой-то глюк программы. Аджента. Мельта ультиман. Даже и не знаю. Пускай пока будет. Пускай пока будет, а вторым набором мы тебе что-нибудь дадим. Что-нибудь, что-нибудь, что-нибудь. Ну, сделайте сортировку по типу оружия. Это было бы прекрасно. На тебе вот это. Не отказывайся. Мы никому не скажем, что это друг арийская. Отказываться у него принципа. 613. Разве мы это не отдали, Джей? У нас две таких. Желаться не будем. Боевый дробовик Паскаля. Который работает чуть хуже, чем никогда. Вроде параметры хорошие, но качество такое себе. Что же тебе можно дать там? Шредер дробовик. Меньший урон. Ему что-то более прицельное дать. Булт-пистолет. Тяжелый Болтер согласился бы. Болтер. Давайте с Болтером попробуем. Вдруг зайдет. У Арджента все хорошо. Румен медицинских сумок. Она с будущим медиком. Найти хорошую сумочку. Еще одну хорошую сумочку. Вообще, неплохо было бы набросить сумки каждому из них. Ренрикс нет. Джай сумочку не может взять. Возьми еще одну отбрасывающую. Паскаль нет. Арджента. Да, мы не можем. Тогда еще берем кислотную гранату. Газовую. И, возможно, все-таки меч. Пускай не психосиловой, но хотя бы обычный. На ближний отбивался. Да, на ближний отбиваться. Вот. В таком формате можно двигаться ниже. Будем искать Абеляра, мало ли что. Вдруг он реально здесь оказался. Абеляра, 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 Абеляр. Нашего космодесайнника здесь показывают. Поэтому, значит, Абеляр должен где-то быть. Где? Такой все вопрос. Это то место, где мы появились. Здесь переходов нет. О! Зато есть медицина 20. Что такое? Операция прошла успешно. Что именно ты сделал. Получен опыт 13. Что он получил, мы не знаем, но что-то он получил. Забираем, 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 забираем. Здесь нового ничего не добавилось. Да вниз. Других зон мы не видим. Ищем здесь. Вроде пока за сюда. Галя, Абеляр. Абеляр. Это не лил, что. Подать мне сервизаря парадный мудир. Вы двое узнаете в жалкой сгрубленной фигуре Абеляра Версариана, вашего главного синишаля. Офицерская выправка, развернутые плечи, пронзительный правил взгляд. Все это пропало без следа. Перед вами дряхлый, трясущийся старик, который перебирает зловонные отбросы и бормочит себе под нос. Катарина, душа моя. Белая мосья к фруктам. Да, душа моя, да. Дети опять озарничают. Где ты, Катарина? Его голос пронизан тоской и нежностью. Абеляр? О, Катарина. Дрессерами никак не уймутся. Снова заседание совета. Претензии от логициумов. Душа моя, они никогда не успокоятся. Пока не сбываются от нас и наших детей. Абеляр смотрит мимо вас. На одну ему видомую собеседницу. На дрожащих губах появляется у нее естественная улыбка. Напор 30. И убеждение 30. Синишаль Абеляр Весериан. Прекрати присмыкаться. Ты служишь вольному торговцу фон Валансиус, а не своим фантазиям. Что? Синишаль? Кто зовет меня? Грук своего семя. Ложь, капитан, вы живы. Слава богу, императору, вы еще не покинули этот мир. Хотя, учитывая все обстоятельства, возможно, это и к худшему. Что с тобой было? Трижды кляток Сенас просто вышел на меня, как мусор. Я отправился искать вас или помощь. И забрел сюда. А тут меня встретило нечто. А ведь меня подводят. Я помню только какие-то обрывки и иглы. Из меня что-то выкачивали, что-то вкалывали. Я цел, вроде. Какая-то тварь. Ясно. Кто такая Катарина? Моя покойная супруга, лорд-капитан. Я кажется, здесь, пока бродил чуток, разумом помутнился. Берещалось оно мне всякое рядом. Мы найдем способ вернуть твое время, Синишаль. Дополните, лорд-капитан. В этом теле еще есть силы. Ваш Синишаль так просто не сдастся. Только вы присидите на пару минут. Отсуньте на пал, хотя мы уже знаем. Чудующее из кошмара. Столь жуткое, что мой разум отказывается держать все его образ. Мясо, металл и много игл. То есть, мы должны были сюда прийти в какую-то... Другую манерю. Беляра, 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 беляра. Беляра или бесполезный Ирлиет? Пожалуй, что Ирлиет, пошла вон. Мы тебе не доверяем. Ву. Так, в луже разного Ихорост. Пахнет страданием, говном и соплями. Судьба, как вам следует, здесь кого-то проволокли недавно. Да, это то самое место. То есть, я тупо его не заметил или я тупо его... Скажи, что я тупо его не заметил. Лупился на него в глаза и не увидел. Три эпизода подряд. Ладно. Ладно. Скажи мне, пожалуйста, теперь ты квест на воссоединение закрыт или нет? Где мои квесты? Где мои квесты? Где мои квесты? Где мои квесты? Задание соратников. Голова 3. Воссоединение. Спасибилляра из вечного сектора. Нет, квест не закрыт. Странно. Поскольку мы больше не имеем наводки ни на кого больше. Ну и ладно. Возвращаемся и валим на арену. Жаждущие пагубы. Вас ждет изысканная схватка. Кровавые протеритцы сойдутся за ноченными убийцами кабала ядовитого шепота. А отряд претендентов, уже переживших один бой на арене, сразится с уже свежими боевыми невольниками кабала и зеленых небес. Ой, давай только меньше текста, больше дела. Во, вот где-то так. Это явно не мы. Это явно не мы. Думали злоба побоится ступить на арену. Когда-то я царил на ней. О, не зря мы этого решмондея взяли с собой. Еще так, головасти, покажу тебе, чего стоит злоба. Похоже, злоба не стоит ничего. Дни твоей славы прошли, старик. Ой, мы нам сейчас тоже будем жутко невесело. Ну, давайте, расставляемся по позициям. Я вижу две мощных этих ящерицы. Змеюки. Арджент, это не снайпер, Джайт, и у нас... Тоже не снайпер. Поэтому расставляем по боковым позициям. Один сюда, один сюда. А снайперов у нас поразительно мало. У нас очень сбалансированная тайческая команда получилась. Один здесь, один здесь. Поехали. Много их, много их, много их, неприятно их. Еще и снайпера с верху. Да, у них снайпера есть, у нас снайперов нету. Арджент. Начнем, пожалуй, помались. Ну, он уже накрывало двоих сразу. Арджент, шу за фигня. Он уже накрывало двоих сразу, я же видел. Вот. А он даже не уклоняется во второй, он просто тупо, его там нету. Про Паскаля забыли, как я мог. Как я еще мог такое сделать? Паскаль, проверяем твой болт на ближнее, да? Просто удар. Парирование. Злобно-неприятно. Ну, вполне решаемо. А дети слиты, заразы, мощные. Еще и травят, гады. А начать бы со снайперов, но тут два этих... Лишванди это хорошо стоят. М1 задний кладиатор. Грустно было бы не воспользоваться. Давайте, родные мои. Гранат пока перебережем. Может, опять какая-то подмога выйдет? Как там это уже было? Не проблема для меня. Есть контакт. У-у-у-у, Хенрикса, героическое действие. Бусинка моя, давай. Давай, жги. Будешь сейчас валять с... Тихо по очередь будешь валять. Хо-хо-хо-хо, прекрасно. Давайте посократим количество. Слито с двух клюхом не завалят. А вот этот подлин вполне может. А вот теперь можно и слито валять. И что за странное действие с порталом? Надо будет проверить. А хочу, что мне проверить сразу? А ну попробуем. И он телепортировался. А-а-а, вот что-то делает. Это телепортирует к снайперам. А если мы сами туда перебежим на второй портал, займем господствующую позицию? Мне эта идея очень даже нравится. Джай. Действие на меня. Пока что двинуться мы не можем, но двигаемся в сторону второй тейла Будды. Дальше, да? Тем более, что если портал включен снизу и перемещение произошло, то... Сюда второй раз он не включает, зато туда никто не добежит. Идейна, шикарная идея. Так, здесь есть оверчардж на 30-34 с очень плохим попаданием. Здесь есть, что это такое? Другой оверчардж по площади ее. Ух ты, как-то классно, действую, что. Здесь просто выстрел. Не самое бесполезное. Абеляша? У тебя три действия в адрес. Мимо. Не мимо. И защитная позиция. Парирование. С ответочкой. Да что бежит, собрался болезный. На одной лодке с инквизитором, барн, дурашка. Тебе уже никуда не одеться. А здесь как-то сработало грустно. Вроде сработало, вроде нет. А, вот здесь видно. Здесь видно, что сработало. Паскалевну, давайте болтером попробуем. Так, назад. Прекрасно. Просто прекрасно. Повреждения есть, но не критично, те Ардженда подлечит. Так. Бежим сюда, делаем шутендран, добегаем, поднимаемся наверх. Ах, мы не можем сделать шутендран. Обида, печаль. Когда назначаем его жертвой? Контакт есть. Эндрикс. Укажи ему класс. Ну чё, отроди каббалистка. Не ожидал такого? Мы тебе даже варпом жмыхнем. Есть пробитие. Аджай. Бегать всё ещё не можем. Ну, придвигаемся к нужной точке. Должен ослит пробелу. Джай, слушай, а из этой по площади, по вот этой площади, нет? Не видит цель своей. Уклонился. До Билера не уклонишься. Я буду делать моё... Мобильер, намного лучше, выкосмодесцентника. Просто в разы лучше. Арджента. Арджента. Пожалуйста, подлечи Паскаля. В смысле, нет. В смысле, нет. И сюда, подлечи Паскаля. О, другое дело. Мель-то сработало. Можно было ещё за что-то наранить. Как всегда протупил, забыл. Нет. Зараза, ослепляющий выстрел на нас наложило. Тут щас иди поднимусь, объясню политику партии. Здравствуй, дурашка. Добивающий. Пожалуй, фигалей нет героическое действие. Вот здесь-то его можно применять. Один. Зараза такая. Сколько близко это было. Джай скажет её, а тебе увидеть даже не надо. Твоя задача — это вот этот слит, который не должен уклониться. Или вот этот слит, который не должен уклониться. Здесь контакт. Перекладывай действие на нас, если видишь. Но ты не видишь. Мобиллер красавчик раздаёт просто налево-направо. Идеальнейший парирование. Паскаль до такого расти и расти. Арджента всё-таки паскалят лечи до конца. Жареная змея. Говорят, очень вкусное блюдо. Паскаль, стою на месте. Ну да, ну да, ну да. Прям взял и попал, прям сразу. Минус один. Прелестно, прекрасно. Кстати, а то, что оно молниями стреляет, это хорошо или плохо? Спускаемся. Добегаемся. Остался один слит, и мы победили ещё одну арену. Нет. Ну, Паскаль, ну, боже, 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 боже. Абилер. Я понимаю, что Камора, с трансфонем по нижним уровням, дерьмом питался, но всё же. Давай как-то активнее. И удары не пропускаем. Тут надо будет на Ардженте добегать. Мельтой стрелять. Вон оно, в чём подлина-то. Нашварк, и тут долго находиться нельзя. Это чисто другарийское место. А нас здесь очень сильно бьют нехорошим электричеством. И в этом вся грустная суть. А чё живут-то не бело-друга эйским электричеством? Там даже обидно стало. Так, Джай. Сделай действие на нас. Мы оттуда бежим. Мало ли чё, может там ещё чё проявится. Рабочая схема нерабочая, казалось. Ну мы победили, это твоё ж налево. Итак, Абис. Проводит пальцами по острому краю клинка. Твои бывшие пленники. Удевается возможность исправить ошибку, стоишь у тебя место подле твоего архонта. Вряд ли Эремисса изменит своё решение. Едва ли снистория захочет расстаться со своей новой игрушкой. Моража сжимает клинки в своих руках столь сильно, что вы слышите скрежет перчаток рукояти. Впервые за это время Кабалит избегает смотреть прямо на вас. А, мне сказали, что меня против меня выставят новичков, а не чемпионов арены. План изменились с Манкой. Абис обнажает ж зубы в улыбке. Кирикас хочет преподать урок Тарвантиасу. Валя вроде тебя не место прорвы. Ей место на брико пиках арены. Ну так давай имя Бога Императора нападаем. А, меня смущает, что их до чёрта. Ещё меня смущает, что вот у вот этих вот мы не у всех видим уровня жизни. Я сомневаюсь, что они будут за нас. Потому что фига ли бы они были за нас. Ещё такая грусть печаль, что у нас очень мало жизни остаются. Допустим, мы здесь. Арджента нас первоначально должна подлечить, поэтому здесь. Паскаль идёт чуть-чуть вперёд. Будем пытаться гранатами работать. Джай впереди. Ну а Белярд с Кринриксом извините, друзья, но вы на передовую. Тут как бы без варианта просто. Начинаем бой. Будем явно не мэм. И так, нас интересует морожай. И вот этот вот обез. Ну, 74 жизни, Карл, бог ты мой. А может быть, если мы минусуем тех, которые нам подсвечиваются жезами, то остальные как бы отвянут. Скажут, ну, морожай слился, дерьмо морожай. Это мы начинаем с морожая. Промах. Ммм, какая боль, какая боль. Небольшой контакт был. Умни про ксенок плазмы гранату. Абиллер парирует, парирует. Побеженый парирует. Хендрикс, ты слепой, но не будь тупым. Парируй сильнее. Паскалюшка, у тебя есть болтова. Не стесняйся его использовать. Так, чтобы Хендрикса только не задеть, это не та ситуация, где Хендрикса можно задеть. С ближней дистанции он не работает, поэтому как-то вот так. Ммм, шансы на ноль, да? Да, теперь мы их задели, поэтому будет на больно-больно неприятно. Хендрикс еще по гранатам. Майн скрэмблер отбрасывающая в пропасть, не сбросит, поэтому не пойдет. Есть героическое действие. Есть героическое действие, мы его применяем. Кстати, это, по-моему, обез, да? Да, это обез, мы ломаем обез. И мы ломаем обез очень плохо. За все эти удары всего лишь меньше двадцати жизней. Надо было все-таки ломать морожай его приспешников. А, Белиар, держись. Ты сейчас слышать будешь. Или Арджента сейчас будет накладывать свои мельты по площади? А, кстати, да. Так, чтобы морожай заделан. Заразу, клоняются еще? Ну, клонишься ли ты дважды? Дважды? Нет, жопку пригрели мы, он. Джай. Пожалуй, что еще раз героику. Не героик, а переход действия. Арджента. Двоих дальних со слабым шансом или добить морожая. Ух, ты ж бегущий какой, а? А, ничего, мы не гордые, мы постреляем. Что в тире? Минус морожай, наконец-то. Ух, ты вымораживал, насколько... Сколько ты времени за раз нас вымораживал. А, Джай, по площади, тридцать-тридцать-четыре. На одного нет? По площади, да. Дерьмовейшее решение. Абеляр? Абеляр, Абеляр. Нас еще больше интересует кровавая празиолита. Потому что этих он бьет очень сильно слабо. Абеляр, держись, не поддавайся. Они стали кучно, это скорее ключа минус. Но мы их очень слабо пробиваем. Рам-пам-пам-пам-пам-пам. Геройку лучше применить или Абеляр, или Хейнрицу. И валять их с алышами по кучам. Это мы просто постреляем, как можем. 95-113, да вот это он. 3 carl 3 почувствуйте все мощного попадания 3 4 броня у него что ли не виды ту же слышу это какие сушь а у наших уже привычка если стреляем тупо хенриксу обязательно двойной контакт мы ели 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 в коциям и вниз осознанку не тоже не падают нифига аргентом слишком ты барышня мощно попробуем но мы попробуем сейфы еще и уклонят зараза как айкин деда вы дарайте сенсив на ноль карл целая мельта огненной строю попадает и на ноль еще действует пробуем дезинтеграцию не знаю с какой стороны она будет лучше подходить давай это все парово шансы попадания дерьмовичная и при уроне 30-34 мы получаем урон на 4 это даже не смешно а применять граната держусь моя булочка держусь эти дерьмовые прозериты потихонечку на код сад это же за какие прегрешения перед императором у нас такая грусть становится сам здесь мы задеваем обеляру поэтому нет может реально эту обез добить момент такие сильные сомнения что они после этого сольются паскара граната майн скрэмблеров может вы видите за атаки как минимум двоих пробуем пробуем я сказал где-то сработало хэндрикс молодец уууу какой молодец слушайте он ее свалил не с ознанку а безудом а ну-ка отработай по ней сверху как по инквизиторски красавчик красавчик ну подлечить его обязательно надо арджента взяла сумочку подлечила обеляра молодец красавицу и стрелим дальше я не скажу что у нас появились шансы но вера наша повысилась в разы даже геройка есть минус еще один прелестно просто стреляем на больше мы с тебя не рассчитываем обеляру небольшой бонус обеляра настало твое время настало твое время наконец-то лома их все еще непонятно какого черта мы не можем видеть скупанье жизни остается ну где-то по десяточку на выносит на моя верхняя строчка с миски врагов гранаты майн скрэблер и токсичная не том а то что мы стали войны это плохо это я согласен и у нас есть своя гранатка плюс 1 но они опять разбежались годы ... так это который по счету это который по счету которые это по счету так ты ни пот With 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 ... 54 маска лидзо давай то уже покрепти нет и а без в такой ситуации мог бы и надвое перерубить где-то заразе не есть 39 жизни близенько назначаю свои жертвы и по хребте не пожалуйста ее еще раз 36 энрикс не стесняйся от 1 шага назад 100 шагов вперед рыбочек был но был ли контакт не совсем понятно ладью еще раз в арбой пожалуйста сложил молодец молодец где же она лежит то господин и мы ее добили да не ну да ну нафиг мы добили обез вот так вот просто на ровном месте какое счастье а зелитушка иди сюда ты будешь мой следующий бусинкой если мы только что поломали двух крутотяжка из крутотяжек да я правильно понял морожай и вот это второе которым да сдается мне что их стало меньше чем нас это не может не радовать подруженька ну переложи ход на беляра обеляра в чем проблема ударить вон уже вот она у него 42 жизни всего 30 жизни уже лучше дата разделить рассказы про силу из боли потому что силы это будет из ваку вашей боли и будет и у вас много-премного а вот это вот плохо было очень плохо нас задели чуть-чуть а ломает боевую схему чуть-чуть что-то нифига не сработало наложение варпа 2331 если так посчитать то в комплексе они как на два хороших мощных космодесайнера тянут по жизни но мы при всей нашей валидной команде пусть не с легкостью но справляемся если бы эти творящие не уклонялись так и тут был еще один который а вот он где а вот он где а 14 я будет еще минус один беляр с разбегу под на мне набили арно ты мог же а сдается мне сейчас был еще один минус один да щас был еще минус один он не сбежал наверх он просто тупо минуснулся хенри с булочками отсюда муж вон муж идеально здесь хотя бы видео сколько жизни остается 25 попытки бегства вот она вот она хорошая тактика аргент конечно жалко но мы все равно добьем аргент а у тебя сумочка есть успеешь подлечиться пока он тебя не жмахнет успела молодец беги сюда минус еще один она еще одного не хватает обидно печально могла еще добить джарюшка он давай по площадям в смысле он жмыхнул аргенту в этот момент еще работает а у у а у бедная жанта догнали таким новое сопли сбросили с самой глубины каморы на рексану считаем по действиям у него вполне хватит и варку жмыхнуть и добежать вали два раза где там еще одно тело осталось не зря мы освобождали в разы в разы кара лучше всяких там космодесантников кабеля в смысле ты не можешь рейфануть на нее мужа минус две ноги же называют санг а ну паскаль достреливший или нет ну и мое что золото настрелил таким беда тут же кровавый сколь разочарующий финал руками недостойных преседентов ничтожества лично занявшие места чемпионов арены были не сгвергнуты на пике их и слава их победительница мы круты это признали даже презренные ксеносы а теперь пошла вон манкой и передает эрвантиасу что он заплатит за это оскорбление и тут же нас плюнули в морду в смысле в наше красивое вольно-торговическое лицо сообщить травантиаса о победе соперники деле бодрировать у муж бодривается за обещанное содействие по побегу давайте посмотрим портал шивающий док скоба арбасанцева камуры фантастические полотной реальности чё за фигня за фигня куча всякого непонятного ненужного лута валим-валим-валим-валим-валим нам нужно добежать отчитаться буба да только не беги только не беги ну что код спасем еще ублюдки я не хочу умирать а эти хотел добить дичем безлага был изрезан садистской точностью молю преградимое мучение я бы с радостью но не могу вне боевого режима забрали пошли скажу прямо было потно и не думаю что с космодесантником мы бы нормально раскатали эту диму вот два милишника очень даже тянут очень даже тянут особенно у нас будет бустяка хендрикс варпанул положил это же мне там лидеры арена и не таких валяли и не таких ломали хотя заметьте на заставке большая часть экрана занимает именно космодесантник который такую себе грузись моя рыба грузись так пауза отошла пошли от година было помнится сверху где скорее все тоже сейчас нам расскажете по вот еще сбегай туда сделай то помогать и не буду я презренный ксенос эти обманул о пацан восходящие потоки воздуха приносит запахи боли и крови и тщетных амбиций запахи темного города распахнул крылья и я темной молнии прокладываю свой маршрут между спелями этичные непредсказуемые своем маневре полета охота и всяким ним охотиться на всякого даже я бичеватель гарфа и рид равдачащие перья я могу стать это добычей но сегодня вряд ли сегодня охотник модифицированный геммункулом обонятельные рецепторы улавливают запахи моей жертвы я приближаюсь к ней осторожно без спешки манка смердят скверною но разнообразно и запахи жертвы достаточно примечательная или несколько усыпь дерзкая пахнущая пролитой чужой кровью я опускаю с нами на рец вырастающие из ближнего шпиля и дающего хорошие обзором улучшенные рефлексы позволяют за долю мгновения оценить ситуацию можно в смысле аку фига за предзвенную аксеноса работаю я все равно решаю выждать получше рассмотреть же дежертву не хочу им помогать лучше рассматривать я действую осколочный карабин извергает строй кристаллических снарядов что с воем рвутся в плоти жертвы вокруг нее свертоносная режущая метель украшает улицу кровавым снегом тела случайных прохожих уходящих по огонь валятся нази обычное дело так живут на шпилях все вокруг разбегаются подальше от размещенного мною полю смерти жертва припадает к полу но все еще жива и я не ожидал что первый выстрел станет концом охоты жертва ранена притом тяжело на открытом месте я легко добью ее жертва наблюдательность минус 10 шанс успеха сто процентов выискивает меня в сплетении шипастых миноретов я мечащийся взгляд выискивает мою крылатую фигуру гиперзрачки позволяют мне рассмотреть лицо жертвы я вижу к ее взгляд внимательно изучать мое снаряжение можно больше не скрываться я стою полный рост и до кликующий боевой клик узнает что ее убьют жертва повелительный призывает спутников на помощь рыбка я пускаю новый смертоносный веер и путь жертва покрывает новые порезы и надо было бежать проще не давать мне все новые новые шансы искалечить ее слабая добыча жертва бросается бежать умном скрывшись с открытой местности жертва лишит меня превосходства дальнего оружия но и не дам избежать расправив крылья воспарю над улицей и посылаю вслед ей длинные неприцельные очереди главное не закончится слишком быстро просительница хотела чтобы моя добыча умирала долго в движении жертва и странность она тут стремится прочь то замирает и к добыче моей как будто об этом известно жертва а жертва известно что рецепт а вот мои зрачки изменены рецептионом великолепно улавливают движение но плохо различают неподвижные объекты мы тоже мы за него читали вот мать на чтение нам тут помогло а выносливость у нас работает плохо прямолинейным маршрутом предсказуемым ловкость лучше ускользает телами прикрываясь в прохожих и дальний бой там успеха сотка подхватывать землячье оружие открывает ответ на огонь по мне успех воздух на плане со снарядами в той же это совершить первую выстрел как стрелять начинают все и во всех эта хаотическая перестрелка охватывает улицу она вяжет по темному городу словно пожар дико и бессмысленная им нужны уйти в крутое пике для тавровка сработала я издаю разочарованный виск охота продолжается жертве удается на мгновение скрыться от меня нырнув в тесную улицу ускоритель на спине выпускает струю прозрачна голубого огня и я продолжаю преследование ворвавшись следом на улицу я вновь вижу ее хорошая добыча растительница желала чтобы я достал жертву к ней но я решаю поступить иначе когда все будет кончено я насажу тело жертвы на шип растущий из самого высокого шпиля чтобы он показывал мою победу полет мой стремителен я врезал от своего тела все лишнее и это вистическое а я говорил что он хороший танцор ему ничего не мешает чтоб потоки воздуха несли его подобно снаряду осколочной винтовки увы в этой телесной легкости лежит и моя слабость даже малое препятствие может сбить меня с траектории но добыча моя не помышляет насколько уязвим в полете мы это читали мы знаем что уязвим в полете а первый ужас вызванный моим внезапным налетом уже прошел жертва действует четко и решительно полностью подавив панику достойно уважения торжества воли над инстинктами желаю замедлить меня жертва ксеносы нет техника тщина нет а напор может быть нет ускользает с такой сноровкой будто здесь живет всю жизнь провал патрака темного города не похоже на место в котором привыкла жить жертва неестественное смешение карманных измерений смущает ее ум и мне удается уловить пару хороших позиций для выстрела развязка все ближе свернул за поворот я торжествующе понимаю что загнал ее в тупик время расправы яд полученный мной от просительницы в оплату этой охоты и заключенный в снарядах уже должен был подействовать замедляю нервную систему когда я замечаю жертву я с удовлетворением замечаю первые следы действия токсина жертва выглядит беззащитно 10% оказывается не там где я ожидал увидеть 50% и логики у нас нет потому что мозга тоже нет атлетика оказывается не там где я ожидал ее увидеть забравшись на выступ стены с ядростным криком прыгает на меня успех тишельенное тело манкая припечатывает меня к земле сустав нижней конечности давит реактивный ускоритель словно скорлупом разъеден на разъяренных лекача я освобождаюсь от хватки и отскакиваю по спине расползается неприятная слабость повреждая что-то важное спустя порог на вене все закончится свершится в ближнем бою не теряя времени мы с моей жертвой сцепились в яростный комок насилия каждый шаг каждое решение принято в ходе этой скорочечной битвы ложится грузом на одну или другую сторону весов определяя соответственно победителя я терзаю жертву когтями выдвинувшимся из предплещья колен а она? где все мои соратники мне хочется спросить силовой шанс 60% хотя тут их много и не все странные ближний бой лучше медицина ни о чем выносливость ближний бой выхватывается один из клинков висящих на моем поясе и метитым горлом успех боремся за клинок но его острее не малево приближается к моему горлу касается его мучительно медленно протыкает кожу и входит в гортань погружается все глубже касается другой стенки гортани минует ее я все чувствую тело от боли мое обмякает из последней силы тянусь к осколочному карабину стреляю в жертву и упор в лицо снаряд проходит в фолоске от ее лица сокрушительным ударом в великолепное оружие с таурным хвостом вращается в обломки жертва загребает мое горло поднимая меня к себе и что-то рычит она хочет знать почему я пытался убить ее сказал бы если бы я мог про мою повелительницу ведьму Кикерас а то как оскорблена она была смертью своих ареных выкормышей от рук жертвы как жаждал отомстить мастеру жертвы я не знаю ведь горло мое раздавлено или слабый клёка доносится из него эта ксенетическая тварь погибает я погибаю у ног жертвы нет у ног манкаи унизительный конец справедливо ли справедливо конечно все ксенцы должны страдать тоже мне вопрос такой задали но выжили как предполагалось надеюсь повторение этого не бучит бегем бегем за обещанной наградой обещанной волей где нас опять же обманут но друзья мы узнаем мы об этом наверное уже в следующем эпизоде а пока что делаем маленькую паузу не забываем про наш телеграм дискорда в контакт ссылочки все так же под видео в описании всем удачи всем до встречи увидимся лишь к папажам а а